Президент Турции Эрдоган заявил, что началась давно запланированная операция уничтожения курдов. Это может закончиться кровавой бойней. Этот шаг стал последствием того, что президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что американские войска будут выведены с этого района. Турецкие военные самолеты уже начали атаковать этот регион, тем самым создавая огромную панику среди людей. В Вашингтоне заявили, что американские войска будут выведены и на этот раз они не станут защищать курдов. В этот четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Польши. Но странам так и не удалось согласовать текст резолюции, которая бы осуждала турецкую операцию. США решили ограничиться заявлением о том, что они не поддерживают действия Анкары, а Россия, которая также не поддержала резолюцию, призвала все стороны конфликта к сдержанности. Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил президента Турции Эрдогана в шантаже после того, как тот пригрозил направить миллионы беженцев, осевших на турецкой границе, к европейским границам, если ЕС не перестанет критиковать действия Анкары. «Эй, ЕС, проснись! Я повторяю еще раз, если вы попытаетесь навешивать ярлыки и называть нашу операцию вторжением, мы сделаем простую вещь – откроем дверь и отправим 3,5 миллиона мигрантов в вашем направлении», – сказал Эрдоган в четверг. По словам Туска, Европа не намерена терпеть ситуацию, когда власти Турции используют беженцев как разменную монету. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Привет, мои друзья! Хочу озвучить недавно горячую новость, которая случилась буквально вот несколько дней назад. Наверняка вы уже о ней слышали. Президент Америки выводит войска с Ближнего Востока. К чему это может привести? Ещё пока неизвестно. Может, это просто политическая игра? Может, Дональд Трамп просто хочет перестраховаться от чего-то более страшного, что может произойти в ближайшем будущем? Кто его знает? Поживём, как говорится, увидим, к чему могут привести такие действия. А пока я предлагаю нам просто послушать запись интервью, которую президент Трамп дал журналистам недавно в Белом доме. Смотрим. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что пришло время вернуть американских солдат домой. Американский военный промышленный комплекс заинтересован в сохранении вооружённых конфликтов с участием США за рубежом. Однако, нынешняя Вашингтонская администрация настроена на их завершение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме. Им нравятся военные действия, они зарабатывают большие деньги, когда воюют. Однако, пришло время вернуть наших солдат домой, сказал Трамп. Американский лидер в очередной раз посетовал на то, что США оказались глубоко втянутыми в длительные военные кампании на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Эти бесконечные войны просто никогда не завершаются, но всему есть время и место, и пришла пора остановить такие военные операции США за рубежом, подчеркнул глава американской администрации. «Мы выходим из бесконечных войн. Я должен сделать это. В конце концов, кто-то должен принять решение», – добавил 45-й президент США. Он напомнил, что выполняет свое предвыборное обещание положить конец участию Соединенных Штатов в таких военных авантюрах за рубежом. «Я вел избирательную кампанию под лозунгом «Завершение бесконечных войн во всем мире». Никто даже не знает, что войска США делают в половине таких мест. «Считаю, что мы поступаем правильно. Думаю, что и страна считает так же. Мы пользуемся огромной поддержкой за пределами маленького Вашингтона. И даже в Вашингтоне люди говорят, что мы поступаем правильно. Это нужно сделать, иначе никогда этого не сделаешь», – отметил Трамп. Кроме того, он повторил, что считает наиболее крупным внешнеполитическим просчетом США участие в военных операциях на Ближнем Востоке. «Худшая ошибка, которую когда-либо совершали Соединенные Штаты, по моему мнению, заключается в приходе на Ближнем Восток. Это трясина. Мы затратили почти 8 триллионов долларов военной кампании в регионе в последние пару десятилетий», – указал глава Белого дома. «Наконец, он высказался категорически против того, чтобы США играли на Ближнем Востоке роль жандарма. «Мы теперь действуем как полиция. Мы выполняем работу, которой следует заниматься другим странам. Откровенно говоря, мы выполняем работу, которой следует заниматься Европе. Мы выполняем работу, которой следует заниматься Россией, которой следует заниматься Ирану, которой следует заниматься Ираку, Турции, Сирии», – полагает Трамп. Важная мысль, друзья. Обратите внимание, что дальше говорит американский президент. Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и Курды теперь сами будут разбираться в ситуации и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГИЛ, отметил американский лидер. Он заверил, что США теперь будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить. Поймите, Сирия, исламское государство, там 100% халифат. Там есть просто сумасшедшие люди, которые ходят, взрывают магазины. Это серьезно, очень больные люди. Вы знаете ИГИЛ, верно? Поэтому я хочу вернуть войска домой, потому что то место просто сошло с ума. Они держат там своих людей, они не хотят уходить оттуда. И я хочу забрать оттуда всех людей в один прекрасный день. Есть такие, что хотят воевать, но я не хочу воевать и я не позволю им иметь ядерное оружие. В арабо-курсском формировании сирийские демократические силы уже расценили шаг Вашингтона как отход от договоренностей. Там предупредили, что проведение Турции своей операции отрицательно скажется на борьбе с террористической группировкой ИГИЛ. Третья мировая война грядет, потому что пророчества Библии всегда сбываются в точности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова